Да, молодежь как созрела для новых знаний. Вот, может, почему они ходят ко мне на концерты. Ну, беда, конечно, с молодежью. Вот у меня есть друг Сергей Алексеев, писатель, многие его читали. Он каст такой, знаковый писатель. Он очень помог людям в 90-е годы. Он вырос в ТАЕ, родился на заимке, хорошо знает природу, кон природы знает. Его сокровища Валькирии были безумно, очень популярны. Он охотник. Он ездит осенью, как правило, на медведя. Вот Вологду поехал на медведя, взял двух своих друзей-охотников, но они допустили ошибку. Они напились, и Мишка ушел. Потому что, ну, это ниже его достоинства, Мишке с пьянью иметь дело. Он свалил, а они расстроены, пошли выпить, потому что они не только до медведя-охотники, но и до выпить тоже, вот так скажем. Пришли в ресторан, выпили, подходит старшой, топ-менеджер. Сейчас же все менеджерами хотят быть. Это не важно, что они пиксель от пендалей не отличают, они менеджеры. А что бонус, что анус для них, одно и то же. И вот подходит менеджер, говорит, тут две девахи пришли, можно к вам за стол, места нет. Охотники, они добавь тоже охотники, иначе какие они охотники. И говорят, да, все. Пришли две красавки такие, маднявки реальные. Сели, два пахала вот это, ногти длиннее юбки. В общем, весь набор. И сели, а эти разохотились, говорят, мы медведя, вчера вот этими руками. Не цепануло под рук этих. Потому что они знают медведей по мультяшкам, вполне безобидные, симпатичные. В цирке вообще на велосипеде катаются. Ну и что тут, взяли и взяли. А цепануть-то надо как-то. Один говорит, а среди нас есть писатель. О, вот это торкнуло. А кто? Показали на Сережу. А у Сережи глаза такие, как фары от троллейбуса. Такие здоровые, энергичные такие. Они говорят, ой, вы писатель, да, а как ваша фамилия? И один из охотников говорит, а вы угадайте. Вот зря он это сказал. И еще намекает, между прочим, рекомендован для внеклассного тщения. Я не знаю, что с вами будет сейчас. Одна к другой поворачивается, говорит, Чехов что ли? Наступила пауза, как будто медведь в шатун вылез из-под стола. И вторая говорит, да ладно, чего Чехову в Вологде делать? Это единственная причина, почему Чехов не мог оказаться в Вологде. Я бы не поверил в этот рассказ. Ну, вот это мне рассказал Алексеев. Если бы я сам не был свидетелем подобных моментов. Я столько наслушался за время путешествия в России. Я думаю, что это во всем мире. Полная безграмотность существует. Понимаете, вот Медведев говорит, мы должны, как в Америке, там вот эти учебники. Он совершенно не въезжает в тему. Он совершенно не знает, что в любой стране, где есть так называемая демократия, там очень плохое образование. Почему? Да потому что плохое образование гарантия демократии. И это и сегодня надо. Мне звонили из министерства образования, говорят, могли бы с нами встретиться. Я говорю, зачем? Вот недавно, это было осенью. Я говорю, зачем? Они говорят, вы нас критикуете, может, что подскажете. Я говорю, вверх, я вас не критикую, я поношу. Это разница большая. Я встретился, мы три часа говорили с чиновниками из министерства образования. Я понял, почему они не могут заниматься образованием в России. Знаете почему? Они сами не образовываются. Они безграмотно говорят по-русски. Зам министра говорит, я был на день рождения ИИ. Он склоняет рождение ИИ. Хотя склонять надо слово день по-русски. Второй говорит, я извиняюсь. Извиняюсь это, извиняюсь сам себя. Если ты сказал, я извиняюсь, ты можешь морду дать уже следующему совершенно. Они говорят в разы за медведей. Это очень серьезно. Как они могут образовывать? Я им три часа рассказывал, какой букварь был у русских. Про букварь в министерстве образования рассказывали. Они глаза раскрыли. У них базе этого болезня началось, когда им стал рисовать, что означает буква А, что буква Л означает. Как они могут заниматься? Да, это команда альпинистов. Они в одной связке были. Но это не причина заниматься образованием в России. Вот и добились своего, наконец. Деваха подходит ко мне в Липецке после концерта за кулисами и спрашивает, вы куда потом поедете из Липецка? Я говорю, в Ростов-на-Дону. В Ростов-на-Дону. Слышите, она говорит, это на Волге? Конечно, и Дон на Волге. А как? А как иначе? Еще две девахи сидят в Тамбове за столиком рядом со мной, неподалеку от меня, в кафе. Есть ли вот эти блондинозавры где-то рядом? Мне очень интересно, о чем они говорят. Как правило, подарок мне. Одного другой спрашивают, у тебя какое IQ? А та говорит, у меня нет IQ, я пользуюсь скайпом. А вторая дополняет, а у меня такой IQ длинный, что я его запомнить не могу. А две студентки разгадывали кроссворд в Сочи на пляже. Как пишется правильно, апелляция или опелляция? Вторая, чадура, эпелляция. Два пацана в театре же сидят за мной. Естественно, они меня по затылку не узнают и не знают, что сейчас мне делают большой подарок. Гадают кроссворд в театральной афишке. Место в зрительном зале в театре. Первое Б. Второе говорит, будуар. Первый говорит, ты че, будуар, это где бабы моются. Первый, где бабы моются, это беде. Секьюрити, знаете, это вот эти вот быки такие. Тюмень, гостиница. Гостей мало, гадают кроссворд. Я так прохожу мимо, слышу один другом. Я остановился, сделал вид, что мне что-то надо по телефону поговорить. А мне интересно было, как они гадают кроссворд, потому что я услышал вопрос из кроссворда. Вы многие ведь не знаете, какие сегодня вопросы. Это не для слабоумных, это слабоумный среди дебильных. Это, ну вы представляете, вопрос, часть тела с ушами. И ведь не все догадываются, что это. Несколько слов перебирают. И когда я это услышал, я думаю, а че там дальше? И один другой спрашивает, так, это в Сибири происходит, тем более классно. Кто завоевал Сибирь? Сколько букв? Пять. Первая какая? Е, он говорит, да евреи. Слушайте, и правильно же, вообще-то, если сегодня рассматривать это. А это гениально, две блондинки уже на пляже, блондинозавры на пляже в Риге. Русские. Семь букв, линия, которая делит окружность пополам. Че это? Это, говорит, стринги. Окружность пополам. Супер. В Риге я помогаю, я содержу библиотеку публичную, куда люди бесплатно приходят, берут книжки, читают. Интерес появляется с новым книгам, даже молодые появились. Из ста человек, которые в день приходят в эту библиотеку, человек десять. Ну, маловато, конечно, молодых. Но че спрашивают? Эти мои помощники в библиотеке записывают за ними и каждый раз мне передают в этом записке. Гениально. Рассказ «Толстого льва. Судьба человека». Произведение Горького. Горького. Тарас и Бульба. Это белорусский рассказ такой, как Тарас картошку нес. Басня Крылова «Ворона и сыр». Роман Евгения Негина «Муму». Нам задали, десятиклассник пришел, говорит, нам задали про каких-то капитанских детей. Его спрашивают, дети капитана Гранта что ли? Он говорит, да нет, там, кажется, у капитана одна дочь была. А как все зависли, когда десятиклассница попросила Островского? По-моему, говорит, беспризорница. Это бесприданница была вообще-то. Пацан спросил Селлинджера над пропастью моржи. Мне нужен детектив, другой говорит, покойник звонит в колокол. Ну, это триллер, зомби такая. Какие-то там разговоры на крылечке Некрасова. Это размышления в парадном подъезда. Они своими словами пересказывают. При мне один спросил, у вас есть биография кабачков и баклажанов? Я говорю, нет, только автобиография одного баклажана есть. Будешь что-нибудь? Мне какую-нибудь книжку про круглых рыцарей за столом. А мне что-нибудь о роли танковых войск в войне 1812 года. Книга о каком-то генре и фанвизи на водоросе. Значит, один пришел, говорит, хорошо, посоветовали. Мастер Маргариту ему дали почитать. Он говорит, ну, реально вставила, говорит. Продолжение будет. Ему моя помощница говорит, зайди на сайт Булгакова, он там свежак выкладывает. У вас есть гиперболоид инженера Гагарина? И он спрашивает, ты хоть знаешь, кто такой Гагарин, а? Он говорит, ну, а что, космонавт первый в открытый космос вышел. Он говорит, как тебе не стыдно. Первый в космос вышел Леонов. Да ладно, Леонов же Винни-Пуха озвучивал. А один ему друган говорит, да ты что, Гагарин, который первым сказал, понаехали. У нас были самые просвещенные артисты в мире. Посмотрите на ваших артистов питерских старшего поколения. Какое образование сегодня. Экзамены в ГИТИСе. Ответы студентов. Что вы можете сказать о Мирхольде? Ответ, кажется, это какое-то редкое насекомое. Мирхоль, холь, 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 бабушка. Сталин не мог уничтожить память о Мирхольде. А Фурсенко оказалась пострашнее Сталина в смысле образования. Кто изображен на 100 долларов и купюре? Ответ, Кутузов. Почему? Откуда они все это берут? То есть, сегодня учат не знанием, а умением угадать ответ. И оценки получать. Оценки и знания – это большая разница. Вопрос. Что вы знаете о Наполеоне? У него была такая же треуголка, как у Бонапарта. Ну, это правильно. Какие можно назвать полезные скопаемые в России? Это картошка, морковка. Они все отличники ЕГЭ. Они все аттестованы. Пушкин учился в сельскохозяйственном техникуме. Ему говорят в царско-сельском лице. Он говорит, да какая разница. Я из Риги ехал в Москву. Такой вагон-купе, ну, такие расширенные. Всего 4 купе в вагоне. Редко там ездят люди. Ну, я так тихо сижу, смотрю фильм. Вдруг на остановке Круспилс входит кто-то в соседнее купе. И как шандрхнет тяжелым роком. Я тяжелый рок слушать не могу. У меня хорошая голова. Мне нельзя, когда слипаются морщины. Не морщины, извилины. И я надел наушники, смотрю фильм. Думаю, ну, пока закончится фильм, он уже заснят. Нет, 3 часа ночи. А я говорю, долго ты долго. Я к проводнице. Говорю, кто там едет? Она говорит, ц-ц-ц. Это владыка. Говорит, че? Он говорит, он молодой еще. Вы же понимаете, я не мог не зайти к владыке. Я постучал. Открывает. Ну, реально, молодой пацан. Такой, трусы семейные. Грудь волосатая. И крест такой вот с церкви снят сверху. Такой. С таким крестом стенка на стенку ходить надо. Меня не узнал. Говорит, че те? Я горжусь своим вопросом. Я спросил, владыка, вы не могли бы молиться в наушниках? Он меня узнал по голосу. Узнал по голосу, сделал так. Говорит, ты, что ли? Я говорю, что ли я? Говорит, заходи, выпьем. Я говорю, вообще, это пост. Он говорит, со мной можно. Все, осветил, язычок, сосисочки, все. Мы с ним выпили. Интересный человек. Вообще-то интересный. И рассуждает интересным. А он мне говорит, да пойми. А главное, он меня называет сын мой. Вот это мне нравится. Он в три раза дешевле, младше меня. Сын мой. А он говорит, я же должен быть современным батюшкой. Потому что паства должна омолаживаться. А то... И рассказ гениальную историю. Ко мне пришла одна молодуха. Он ее описал. Вот все-таки наш народ талантлив. От рода нашего. Он же не может описать молодуху так, как я могу. И что он сказал? Вот пришла она к нам в храм. А у самой провода оголены по саму розетку. Гениальный образ. И спрашивает меня. Батя, где у тебя тут икона? Утоли мои желания. Я ей говорю, сестра, утоли мои печали. Я говорю, бать, нахрен мне твои печали. Я эти примеры приводил не только чиновникам Министерства образования. И в Кремль мы писали письма. Я же не один такой. И обессмысленно. В Кремле засела секта свидетелей ЕГО. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...